Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать мушку под названием Goddard Cadiz. Вязать мы будем на крючке RX FW 503. Также можно использовать любые другие крючки для сухих мушек. Устанавливаем крючок губки тисков и приступаем к монтажу. Нить я буду использовать GSP от VIVAS. Используем именно нить из такого материала GSP из-за того, что данные нити крепкие на разрыв, а при работе с мехом это нам не будет совсем лишним. Фиксируем монтажную нить недалеко от загиба. Излишки подрезаем. Доводим монтажную нить до начала загиба. И здесь мы будем устанавливать наш первый пучок меха. Мех я буду использовать Мех Косули. Такой вот, достаточно мягкий, податливый. Отрезаем первый пучок. Пучок должен быть по размеру примерно равен ширине карандаша, допустим. Вот такой вот довольно хороший плотный пучок. Естественно, предварительно мы его очищаем от подшерстка. Вот, можете видеть. Столько у нас от подшерстка. Отчистив пучок от подшерстка, если у нас здесь не ровно, ну, здесь относительно ровно, если у нас вообще совсем не ровно, мы отрезаем пучок по одной длине примерно. Отмеряем длину так, чтобы у нас была длина равна длине примерно крючка. И это у нас будет первая точка крепления данного пучка. Подносим точки крепления, набрасываем монтажную нить. Два оборота и начинаем затягивать. И затягиваем так, чтобы основной пучок, который мы держим в руках, он находился сверху цевья. Так и оставался, я его не отпускаю, я его вот держу. И пропускаем монтажную нить через остинки уже. Мы довольно плотно уже закрепляем остатки все. Ну и здесь уже можно отпустить этот пучок. Далее мы просто берем такой наконечник от ручки небольшой. Есть, конечно, специальные уплотнители, но можно и таким воспользоваться. И начинаем уплотнять мех по направлению к загибу. Таким вот движением мы это все поправляем назад. И переводим нашу монтажную нить сюда вот вперед. Делаем пару оборотов и отрезаем следующий пучок меха. Повторяем ту же самую операцию, очищаем от подшерстка. Тут уже примерно так же посередине примерно берем пучок. Подносим к точке крепления, набрасываем одну петлю и вторую. И уже отпуская пучок, начинаем его проворачивать под совью. Здесь можно взять наббинговую иглу и поправить. Повторяем операцию, пропуская через остинки немного. Вот монтажную нить пару раз буквально. Берем наш инструмент, так называемый, уплотнитель меха и поправляем так же мех назад. Уплотняем его. Переводим монтажную нить вперед. Операцию повторяем дальше. Подносим к точке крепления. Делаем один оборот, два. Начинаем затягивать, проворачивая мех по направлению намотки. Делаем пару оборотов через остинки. Что-то поправим. И дальше продолжаем уплотнять мех. Таким вот образом. Монтажную нить переводим обратно вперед. Делаем пару оборотов. И повторяем снова. Отрезаем пучок меха. Очищаем. Фиксируем. Режим. Уплотнитель. Отрезаем. Хорошо. Проклютим. Берем пучок меха. Подносим к точке крепления. делаем два оборота и проворачиваем по направлению сделали пару еще оборотов через застинки по направлению колечка и снова уплотняем наш мех я уже вижу, что мы немного ушли за середину примерно цевья крючок немного плохо держится, сейчас его поправлю бывает вот я вижу, что мы уже немного ушли дальше середины цевья сейчас перейду монтажную нить вперед поправлю все остинки назад и в принципе нам уже будет как раз остается место под формирование нашего хакла будущего сейчас мы возьмем наш узловяз и сделаем финишный узел даже можно немного нить чуть-чуть вперед увести сделаем финишный узел монтажную нить отрезаем далее мы просто сейчас в грубой такой форме уже подстрижем наш этот мех, берем ножички и аккуратно под углом срезаем все вот эти наши ненужный мех таким вот образом подрезаем обратите внимание мы делаем это пока с передней части вот сюда назад мы далеко не заходим здесь мы уже будем работать лезвием ну так будет достаточно грубо подготовили очистили от излишков переворачиваем таким вот образом берем обычное лезвие у меня такая рапира и будем сейчас с вами готовить снизу мушки у нас должна получиться ровная площадочка просто подносим лезвие и ровно срезаем все вот эти вот стенки меха естественно убираем повторяем здесь видим что что-то не ровно все повторяем подрезаем таким вот образом у нас с вами получилась такая вот ровная площадочка для того чтобы мы это делали для того чтобы открыть сам загиб мех вот этот вот чтобы у нас рыба могла подсечься мы его открываем ну и продолжаем уже ровнять мех с этой стороны со всех сторон по направлению вот колечко такими аккуратными движениями снизу вверх мы начинаем формируем формировать тело мушки в принципе вот 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 в таком критично для нас стараемся задние остинки которые мы уложили помните первым первым пучком специально отмерили длину длину крючка и зафиксировали эти бородки у нас ушли назад остинки пера точнее вот мы их тоже стараемся не срезать это важно надо их оставить у нас получается такое немного конусное тело почистим посмотрим что у нас получается ну тело практически ровно с этой стороны можно подправить вот такая основная часть у нас получается телом ушки сейчас надо снять с крючка с глубок крючок и проделать уже оставшуюся операцию ножницами сейчас продемонстрирую как берется крючок так все остинки отводятся назад и и левой рукой мы прижимаем по бокам отводя оборот на стенке назад получается вот такой вот пучок сзади у нас уже здесь мы просто берем ножницы под углом отрезаем в одном направлении и уголочек снизу в другом направлении таким вот образом получили вот такой вот вырез теперь это все отпускаем дело и видим что у нас получился с вами вот такой вот контур мушки довольно таки интересный обратно установим натиски уберем весь материал который вот у нас торчит как-то можно даже подработать ножничками уже тут надо работать если что-то не нравится мне не нравится здесь выглядит все это дело немного ровнее и получаем окончательно вот такое тело мушки ну и нам остается завершить мушку ёршика и усики но для начала мы сейчас установим усики мушки для этого мы будем использовать уже монтажную нить немного посветлее какую вам будет удобно можно использовать вот использую необычную 80 потому что нам джи спичного уже не понадобится нам большие нагрузки на разрыв не требуется фиксируем монтажную нить проматываем в сторону загиб излишки отрезаем проматываем по направлению к телу мушки усики будут выполняться из таких вот перьев из скальпа петуха берем два пера и подготавливаем очищая бородки от остинки и вот у нас с вами остаются такие вот остинки собираем вместе и закрепляем сверху цевья длину примерно убираем по длине тела ушки равной длине тела в случае чего можно это будет еще дело подрезать ничего страшного поправляем так чтобы они лежали сверху цевья и начинаем фиксировать по направлению к колечку вот тут даже можно сделать так вот восьмерочку пропустить между усиками чтобы они немного разошли в сторону и аккуратно плоской нитью стараемся вернуть монтажную нить обратно к телу здесь вот мы остатки эти сейчас уже отрежем возвращаем монтажную нить назад и вот в этой точке мы уже будем с вами крепить перо седла петуха коричневого цвета вот такое перо но предварительно с этим пером также надо поработать но я уже поработал мы очищаем одну половинку одну сторону от ости от бородок вот видите только с одной стороны у меня остается остаются бородки ну здесь вот видите вот нормальное перо а здесь вот подготовленное также очищаем от бородок остинку пера для крепления последующего так вот и закрепляем на цевье также закрепляем этот материал по направлению к колечку так вот аккуратненько излишки мы здесь уже подрезать и окончательно закрываем материал готово ну отведем сейчас мы бобинодержатель в сторону и начнем формировать хакл мушки виточек к виточку располагая обороты очень рядом витки и начинаем формировать хакл мушки такой вот ровный красивый ну вот примерно дойдя до колечка поднимаем перо вверх и обратите внимание для того чтобы закрепить также без торчащих остинок мы вот пинцетом можем немного убрать уже вот эти бородки и у нас останется только чистая ось в точке крепления ось берем нашу монтажную нить и фиксируем одним оборотом ну и делаем пару закрепительных теперь мы можем перо аккуратно под самый-самый корешок отрезать поправим усики мушки возьмем узловяз и сделаем финишный узел стараюсь сделать это аккуратно не подминая бородки перьях будет достаточно монтажную нить теперь мы можем отрезать окончательно теперь мы поправим наши усики в том положении которое нам требуется окончательно разведем их можно требуется такое положение и и поправим окончательно усики мушки мы добавляем финишный лак на финишный узел ну и еще и тем самым подкрепим немного усики в этом положении аккуратненько добавляем финишный если попало в колечко то колечко конечно же надо очистить от лака обязательно вот такая вот у нас с вами мушка под названием годдард кадис вяжется довольно таки не сложно и лоистая мушка сама по себе одно из преимуществ это высокие показатели характеристики плавучести так как это мех косули в данном случае всем спасибо за внимание надеюсь это видео вам как-то немного поможет вот мы вот в